Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами, как обычно, начинаем по традиции, начинаем видео очередное по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 4 марта, киевское время 20 часов. Итак, оперативная обстановка. За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 32 авиационных удара, 6 ракетных ударов, совершила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Угроза нанесения оккупантами ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Здесь как бы огненная дуга, как мы ее называем, она не меняется. И российские войска прикладывают все усилия для того, чтобы продвинуться на линии фронта на этих оперативных направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на этих направлениях более 150 атак противника. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Черниговской, Сумской области и около 10 населенных пунктов Харьковской области. На Купенском и Лиманском направлениях тоже без изменений. Здесь идут ожесточенные бои в лесах возле Кременной, Умакеевки и Площанки. Но линия фронта не меняется. Наши войска отражают все атаки противника. Противник успеха не имеет. На Бахмутском направлении. Здесь враг концентрирует силы для продвижения на Богдановку. Авангард врага пытается просочиться в Орехово-Васильевку. Идут бои за Бахмутовке. Идут бои на севере и юге города. На Баха, судя по обстановке, Бахмут никто сдавать не собирается. И наши войска Бахмут не покидали. Кто бы что ни говорил, но официальная информация. Мы продолжаем защищать город. Туда подошел наш резерв. На данный момент ситуация более-менее стабилизирована. В плане продвижения российских войск мы практически остановили продвижение российских войск почти на всех направлениях в самом Бахмуте и на севере и на южной окраине города. Несмотря на всю тяжесть ситуации, наши войны продолжают сдерживать врага и принимать сражения с превосходящими силами противника. Также вот есть информация о том, что удается держать связь с нашими военнослужащими в различных районах города. Конечно же ситуация в самом городе очень тяжелая. Мы понимаем, что моральное состояние наших защитников очень тяжелое, потому что им приходится сражаться в нечеловеческих практически условиях. Поэтому я думаю, что тем, кто рассказывает о том, что Бахмут пал и все уже убежали, надо немножко, наверное, попридержать языки и ориентироваться на официальную информацию и наоборот поддержать наших защитников, которые сражаются в городе Бахмут. На Авдеевском и Шахтерском направлениях здесь оккупанты пытаются продвинуться в направлении Водянова на Первомайское. Возле Авдеевки идут ожесточенные бои, но противник успеха не имеет. Враг все чаще бьет по западной части Маринки, то есть российская артиллерия, что может свидетельствовать о возможном оттягивании наших войск из центра города. Но тут опять же многие паблики сообщают, что Маринка взята российскими войсками, особенно российские. Но почему-то российская артиллерия бьет по западной части города. Не по своим же они бьют. Значит это говорит о том, что наши войска удерживают. Да, центр возможно уже перешел под контроль российских оккупантов, но западные окраины города находятся под контролем сил обороны Украины. Ну и Запорожское и Херсонское направления. Здесь ситуация без изменений, никаких атакующих действий не проводится. На отдельных участках противник пытается улучшить тактическое положение, создать условия для восстановления наступления, в основном за счет ударов артиллерии по нашим позициям. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов. Это вдоль всей линии фронта, как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях. Теперь что касается оккупированных территорий. В Симферополе, временно оккупированной республики Крым, российские оккупационные власти, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создают так называемые добровольческие дружины. Известно, что из-за войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач этих подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов, как они считают. Продолжая вооруженную агрессию, российская оккупационная армия ежедневно несет значительные потери в живой силе. Ранее мы сообщали о переполненных медицинских учреждениях, временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Тенденция не исчезла. Недавно одна из больниц города Горловки получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых оккупантов. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-34, но это вчера, который в обед сбит, он попал в сводку, и восемь разведывательно-ударных беспилотников разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления противника, три района сосредоточения личного состава техники противника, состав с боеприпасами и два состава с горюче-смазочными материалами, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 820 российских оккупантов, уничтожили 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 3 реактивных системы залпового огня и 8 автомобилей. В Черном море на боевом дежурстве находятся 16 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет «Калибр». Общий залп этих кораблей может составить до 16 ракет. Тут надо отметить, что, как сказал представитель наших воздушных сил Юрий Игнат, что, скорее всего, у Российской Федерации есть очень большая проблема с наличием ракет. Мы знаем, что, допустим, баллистических ракет комплексом «Искандер» мы уже не видели очень давно, уже несколько месяцев, как не было никаких пусков. Крылатых ракет «Калибр»? Ну, пуски есть, но очень мало. Кстати, очень увеличивается доля, в каждом ракетном ударе увеличивается доля ракет «Х-22». Это старые советские ракеты противокорабельные, тоже относят их к классу баллистических, хотя они являются крылатыми, но летят по баллистической траектории. Так вот, их доля тоже увеличивается. Но на данный момент, судя по тому, что давно уже не было ракетных ударов, именно такими ракетами, типа крылатых или баллистических ракет, кроме, я не беру сейчас в расчет ракет из комплексов ПВО С-300, говорит о том, что их отсутствие ударов этих ракетных, говорит о том, что количество ракет, видимо, крайне ограничено у Российской Федерации. И даже то, что они там хвастались, что 40 ракет в месяц они могут производить, ну, на пока это, слава богу, нами не ощущается. Посмотрим, как это будет выглядеть далее. Ну что ж, вот на этом военную часть новостей мы закончим. Это те военные новости, которые произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. И у нас есть немножко военно-политических новостей, которые происходят в Украине, вокруг нее. И тут надо отметить следующее. Ну, вы знаете, что прошел саммит G20 на уровне министров иностранных дел. Он проходил в Дели, это в Индии. И Индия была, как бы, принимающей стороной. На этом саммите, я уже говорил, наверное, Лавров опозорился в том плане, что договорился до того, что Россия миролюбивая страна, которая хочет как можно быстрее закончить войну. И Россия не нападала на Украину. Оказывается, мы напали на Украину, а не Россию. Это вызвало смех в зале. Ну, при всем его опыте дипломатической работы на посту министра иностранных дел, он, по-моему, самый старый министр в правительстве Российской Федерации. Это, я думаю, что это просто нарратив, который ему сказали озвучивать. Он не глупый человек. Я не думаю, что он верит в эту всю чушь, которую несет Путин в Кремле или из Кремля. Но, понимая, что он министр, едущий на такой саммит, естественно, он получает директивы от президента Российской Федерации. Вот эти директивы он и озвучил. Хотя я его не отбеливаю и не умоляю его роль и место в подготовке и начале этой войны. И в ведении этой войны. Он ездит, собирает оружие, он пытается договориться, найти каких-то партнеров для поддержки этой агрессивной политики. И, видите, он все равно ее продолжает проводить в жизни. Но надо было сказать, перед G20, в которой большая часть стран поддерживает Украину, многие из которых, членов G20, поставляют и гуманитарную помощь, и вооружение Украине. Сказать, что Россия не нападала на Украину. Так что, ну, сказать по-простому, человек без стыда и совести. Просто, что сказали, то и озвучил. Будет выглядеть дурачком, ну, выполняет приказ. Далее, Соединенные Штаты огласили очередной пакет помощи на 400 миллионов долларов. И он включает в себя дополнительные боеприпасы для Хаймарс, артиллерийские снаряды разных калибров, не указывается какой. Боеприпасы к БМП Брэдли, военная техника для наведения переправ и взрывное снаряжение. Ну, я так понимаю, что это инженерные фугасы или инженерные боеприпасы, так правильнее будет назвать. Средства для поддержки, обучения и обслуживания. Вот такой вот пакет помощи на 400 миллионов оглашен руководством Белого дома в очередной раз. Далее, Британия. Радует нас тем, что уже более 10 тысяч наших военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках программы военной подготовки. Помните, Борис Джонсон начал эту программу и мы с вами говорили, что это уже конвейер, это школа. Я так понимаю, там более инструкторы почти из 10 стран мира помогают британским инструкторам обучать наших солдат. И там уже на основе ротации одни обучились, возвращаются, следующие уже приступают к обучению. Многие политики посетили, даже посетил король Великобритании, посетил наших военнослужащих, кстати, на прошлой неделе. И пообщался с нашими военными, посмотрел, как идет подготовка. То есть, королевская семья одобряет эту программу и поддерживает ее. Это не самая последняя королевская семья, или Британия вообще не самая последняя монархия в мировом политикуме. Китай. А, ну еще про Великобританию, пока далеко не ушли от Лондона. Вадим Пристайко огласил такую новость, очень интересную. Он сказал, что в интервью Радио Свободы он сообщил, что Украина запрашивала в Британии 14 танков Челленджер-2. Ну, обычно, знаете, вы же знаете, как это происходит. Не так, что мы вышли и сказали, дайте нам 14 танков, Британия говорит, ну хорошо, дадим. Нет, это сначала согласовывается, сколько вы нам можете предоставить, называется цифра, и потом эта цифра оглашается, чтобы не было непоняток или каких-то острых углов в плане дипломатической работе. Так вот, он в своем интервью, Вадим Пристайко сказал, что после визита президента Зеленского в Лондон, количество этих танков вырастет вдвое. То есть, мы можем получить 28 танков, две роты. Я напомню, что сразу после визита Владимира Зеленского в Лондон, была информация, в некоторых средствах массовой информации, о том, что мы можем получить батальон 54 танка Челленджер-2. Ну, сколько на самом деле придет, очень трудно сказать. Ну, давайте будем ориентироваться сегодня на ту цифру, которая известна и которая закреплена во всех документах типа конференции в формате Рамштайн. 14 танков Челленджер-2. Дадут 28, скажем, огромное спасибо. Далее, Китай. Китай высказал огромное неудовольство политикой Российской Федерации. Ну, для понимания, издание The Economist пишет, что Китай взбешен тем высказываниями Российской Федерации из-за того, что Россия не умеет держать язык за зубами. И слили информацию о возможном военном сотрудничестве двух стран. Об этом пишет издание The Economist. Ну, экономист мы знаем, это издание, если оно что-то пишет, то к этому стоит прислушаться. По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне. Ведь знает, что такие действия сорвали бы его претензию на быть нейтральным посредником. Также эти действия Китая подрывают его международную репутацию и в случае оказания помощи России спровоцируют еще больший кризис в отношениях Китая с Европой и Соединенными Штатами, отмечают издания. Ключевое слово здесь взбешен. Объясню почему. Потому что мы с вами однократно об этом говорили, что Китай очень боится осложнений отношений с Европой и Соединенными Штатами. Я вам говорил, посмотрите только на один показатель. Это товарооборот Китая с этими двумя юрлицами США и Европейским Союзом. И потом сравните эти цифры с товарооборотом Российской Федерации. Не станет Китай рисковать такими объемами, которые могут повлечь за собой не только экономический и финансовый кризис. А финансовая система Китая сейчас очень шаткая из-за мыльного пузыря ипотечного. Поэтому, может быть, Китай и хотел по своему принципу всем по чуть-чуть, а потом забрать то, что отвалится. Может быть, они и хотели. И были разговоры, что Китай хочет поставлять сухие пайки, амуницию, каски, бронежилеты. Может быть, даже и поставлял самолеты летали до 50 рейсов в неделю из Шэнчжэня, из Гуанчжоу летали самолеты в Российскую Федерацию. И тут бах, вот такой слив информации со стороны Российской Федерации, которая теперь полностью, по идее, Китай сейчас просто захлопнет дверь. Судя по тому, что написал The Economist, а я думаю, ему стоит доверять этому изданию, то Китай просто теперь захлопнет дверь. На что мы с вами скажем, ну и слава Богу. Далее, проблема с боеприпасами. Вы знаете, что у нас есть лимиты. Я бы не сказал, что мы испытываем полностью снарядный голод. Но на сегодняшний день из-за отсутствия боеприпасов или нехватки боеприпасов, так правильнее сказать, по разным оценкам западных экспертов, мы используем свои возможности артиллерии примерно на одну четверть. То есть, всего-навсего на 25%. Украина сегодня выпускает в месяц порядка 110 тысяч снарядов. При потребности выпускать где-то 350-370 тысяч снарядов в месяц. Поэтому Украина обратилась к 27 странам, членам Европейского Союза, потому что Европейский Союз, как юрлицо, взялся нам помогать в боеприпасах и просим увеличить поставки боеприпасов хотя бы до 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это речь идет о боеприпасах в основном калибра 155 миллиметров. То есть, для западных образцов артиллерии. То, что они нам и поставляли. Если же Европейский Союз откликнется и увеличит, то, конечно же, прямо пропорционально возрастут возможности нашей артиллерии. Естественно, это даст нам условия для создания паритета, а в будущем и преимущества нашей артиллерии над российской артиллерией. Россия сегодня выпускает порядка 600 тысяч боеприпасов в месяц. То есть, практически превосходит нас в 6 раз. Что касается Бахмута. Институт изучения войны американский пишет, что украинские силы готовятся к отводу войск из Бахмута. Украинские силы, по всей видимости, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута, пишут эксперты Американского института изучения войны в своей ежедневной сводке. Российские войска пытаются захватить Бахмут, город, где до войны проживало около 70 тысяч человек, примерно с мая 2022 года. То есть, практически через несколько месяцев будет год, как российские войска штурмуют этот город. Они несут при этом колоссальные потери, но в Российской Федерации не принято считать убитых и раненых, а принято считать метры завоеванной чужой земли. И, соответственно, то количество войск, которое бросает Российская Федерация на штурм этого города или на попытку его окружения, оно просто, по большому счету, не укладывается в голове. Даже с теми потерью. Они просто подвозят на грузовиках, подвозят личный состав и бросают его в бой. И из этих 150 атак, которые я вам назвал за сутки, большая часть приходится на Бахмут и его окраины, как северную, так и южную. Я трудно сказать, какое решение окончательно примет наш генеральный штаб. Вы знаете, что в одном из своих обращений президент Зелецкий сказал, что мы будем удерживать Бахмут. Так что я так понимаю, что... Но если ситуация не станет критической, стала ситуация критическая или нет, очень трудно оценить, потому что мы не знаем полной картины, что там происходит, кроме генерального штаба. Никто не знает. Но, видите, на пока город в критическом состоянии, снабжение войск под большим вопросом, потому что за последние, по информации тех же иностранных разведок, за последние 36 часов было взорвано несколько мостов, которые находятся за городом Бахмут и были расположены на путях снабжения, которые идут через час авьяр. Так что теперь снабжение группировки в Бахмуте усложнено, еще больше усложнено. Поэтому, как будет дальше развиваться ситуация, посмотрим. Но, трудно предугадать решение генштаба, но пока наши войска удерживают город, и даже с приходом подкрепления, которое было прислано в конце текущей недели, они даже остановили практически на всех направлениях, остановили продвижение российских войск. Как на окраинах города, с попыткой закольцевать или окружить этот город, так и в середине самого города. Хотя, российские войска упорно продолжают атаковать наши позиции. Артиллерия, очень много артиллерии сосредоточено, она не бьет круглосуточно, огневые налеты идут по нашим войскам на Бахмутском направлении. И поэтому, как бы, удержание очень и очень тяжелое. Посмотрим. Командующий войсками США в Европе, это не бывший, а действующий командующий, сделал такое заявление, что по подсчетам Пентагона, и точнее, по подсчетам разведца общества Соединенных Штатов, потери Российской Федерации на сегодняшний день составляет более 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Нет, это не уточняется, извините, это к другому относится. 200 тысяч, потери 200 тысяч, это уже говорит западная разведка. То есть, цифра, ну, впечатляющая, конечно, 200 тысяч. Убитые и ранены 1800 офицеров. То есть, офицерский корпус выбит очень сильно, особенно низшее и среднее звено. И об этом вот заявляет командующий НАТО в Европе Кристофер Коволли. Командующий НАТО в Европе. Подчеркнув, что масштабы этой войны невероятные. Ну, это самая крупная война после Второй мировой на европейском континенте. Также он сказал, что Россия уже потеряла более 2000 танков. И в среднем российская армия выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в день. Для понимания, вот такие цифры озвучил командующий НАТО в Европе Кристофер Коволли. Ну и, как обычно, еще одна новость из Российской Федерации. Нашелся смелый среди российских руководителей. Это министр обороны Сергей Шойгу. Но пока мы не знаем, насколько точно. Об этом пишет у нас BBC новости. Они сообщают, что министр обороны России Сергей Шойгу лично посетил военных, ведущих боевые действия на востоке Украины. Это крайне редкий визит высшего командования российской армии в зону военных действий. Помним, когда приезжал, якобы приезжал Герасимов в район Изюма, да, Харьковской области. Но так это мы не получили, ни развития эта новость, ни подтверждение. Ну а сейчас вот BBC сообщает, что вроде как Шойгу приезжал в Украину и посещал российских военных на оккупированных территориях. Где и когда, трудно сказать, BBC не уточняет. Ну послушаем, может быть наша разведка скажет нам об этих, более подробно об этом визите. Ну и как обычно, на пассажок, вишенка на торте. Помните, где-то месяц назад мы говорили с вами о том, что немецкий концерн Rain Metal, это основной производитель тяжелого вооружения. Panzerhaubitze 2000 это его. Leopardy это его. Так вот, этот завод был в собственнике этого завода. Тогда сделали заявление месяц назад о том, что они хотели бы в Украине построить завод, танковый завод по производству танков. Причем они уже пошли вперед, у них есть новая перспективная модель. Они вернулись к старым названиям, они хотят возродить имя Пантера, танка. И они хотят построить в Украине современный завод по производству новых танков. Это новый танк на замену Леопарду второму. Танк под названием Пантера. Причем мощность завода предполагается 400 основных боевых танков в год производства типа Пантера. Ну и если месяц назад это были наметки и заявления собственников этого предприятия, то сегодня немецкий машиностроительный концерн ведет переговоры с властями Украины о строительстве танкового завода на нашей территории. То есть это уже приобрело, будем так говорить, конкретные контуры и осязаемые черты. Вот на такой вот новости мы сегодня закрываем военный и военно-политический блок. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на вопросы, которые вы прислали в предыдущем видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Доброго дня. Маю до вас вопрос технического характера. Чи могут ракеты типа С-300 потенциально долететь до Дніпро? Згідно с характеристиками, дальность до 200 км, а отстань от умовных Мелитополя или Васильківки не больше 170. Але якщо не помиляюсь, то за рік війни жодного выпадку обстрілу саме С-300 чи навіть С-400 по місту Дніпро не було. Поясніть будь ласка, дякую. Не долетят, сразу вам скажу. 200 км – дальность поражения воздушной цели, причем по самолету для комплекса С-300. То есть транспортный самолет или гражданский самолет на дальности 200 км до С-300 достает. Если переделанная ракета в класс «Земля-Земля» или установка стандартной ракеты, но установка на стрельба по земле, есть такая установка у этих комплексов для ракет, то дальность где-то порядка 100-120 км. Поэтому просто не долетит. До Запорожья долетает, им, к сожалению, иногда достается ракетами С-300. Или в основном достается ракетами С-300. Наша артиллерия пытается поймать. Было несколько успешных накрытий российских комплексов С-300, которые обстреливали Запорожье. Но в основном очень тяжело поймать на стартовой позиции пусковые установки. Но до Днепра не долетает. Комплекс ракета, новая ракета к комплексу С-400 может лететь на 200 км по наземной цели. Может. И мы это испытали на собственной шкуре в Киеве, когда месяц назад был обстрел, ракетный обстрел, из, по-моему, Брянской или Курской области, по-моему, из Курской. По Киеву три ракеты, они выпустили комплекса С-400. И они упали, да, в городе Киеве. Сбить их практически у нас на пока что нечем. Но, судя по тому, что больше они таких пусков не делают, и потому, что комплекс С-400 в зоне боевых действий нигде не замечен, говорит о том, что этих комплексов не хватает. Мы знаем точно, что в Белоруссии стоит комплекс С-400. Мы знаем точно, что комплекс С-400 развернут в Сирии. И остальные комплексы, я так понимаю, С-400 развернуты на территории России. И они их в зону боевых действий не тянут. Тем более, что та ракета, которая может улететь на 200 километров, во-первых, ее надо переделать. Во-вторых, я так понимаю, что их очень и очень мало. Это последняя разработка ракеты к этому комплексу. Она повышенной дальности, у нее увеличена скорость, поэтому она может долететь на 200 километров. То есть, даже по Киеву Российская Федерация повторов обстрела такими ракетами не сделала. Поэтому, я думаю, что пока что Днепр может выдохнуть немножко. И вы должны понимать, что С-300 до вас не достает, а С-400 у России, видимо, нет такой возможности, чтобы обстреливать Днепр. Так что, вот такая вот ситуация. Ну, вот такой вот, думаю, все намного проще. Никаких схем, в кавычках. Китай вполне законно может поставлять оружие Белоруссии, а Лукашенко отгружать его Российской Федерации. И никто им, и кто им что скажет. Нет, вы не правы. Дело в том, что если Китай поставляет открытое, официально поставляет оружие Белоруссии, то передать это оружие третьей стороне Белоруссия может только с разрешения Китая. Не важно, в открытую она это передаст, или в закрытую она это передаст. Но, если отследят, что там пришли патроны, и Белоруссия передает их России, то Китай тут же попадает под вторичные санкции. Ну, Белорусь, соответственно, то есть Белорусь под первичные за поставки вооружения стране, главному спонсору терроризма, как в Соединенных Штатах она классифицирована, Россия. А Китай попадает под вторичные санкции, потому что из его разрешения это оружие передается. Причем никто не будет спрашивать Китай, давал он это разрешение или не давал, потому что он должен контролировать. Таков закон оружейного рынка. Он должен контролировать Белоруссию в плане передачи оружия третьим лицам. Только с его разрешения. Так что тут вы не правы. Ну и вот то, что я сказал в военно-политической обстановке, то, что написал за иконами, что россияне, кто-то в Российской Федерации, такой добрый дядя, надо грамоту ему выписать, жалко не знаем кому, на чье имя. Слил, что Россия просит у Китая оружие, а Китай вроде бы как хотел согласиться на это. Но мы не знаем точно, хотел или нет Китай соглашаться. Но тем не менее, Россия слила в сеть, от имени России слили в сеть, что в информпространство, что Китай собирается поставлять России оружие. Теперь поставки в оружие под огромным вопросом. Скорее всего их не будет. Но их и не должно было быть. Я не думаю, что Китай пошел бы на конфронтацию с США и Европой. Поэтому повипедриваться, да, поторговаться в своей значимости, да, Китай мог бы. Ну, поставки оружия вряд ли. Доброго вечера. Щодо снаряда эскалибур, який летит под GPS, есть недолик. Когда цель перебывает в зоне работы РЭП, он стает обычным снарядом. А инши снаряды и ракеты, який вы перерахували, також мают таки недолики. Також мают таки недолики. Мы выставим. Ну, дело в том, что не правило, что он становится обыкновенным снарядом. На конечном итоге, если цель сама прикрыта РЭПом, это значит небольшое расстояние. Это значит, несколько десятков километров осталось до цели. Во-первых, он уже скорректирован. Он идет четко по координатам. У него уже просчитана траектория. Он просто с помощью GPS ее уточняет. Если есть отклонение, он корректируется. Это первое. Второе. У него включается на конечном участке траектории. У него включается головка самонаведения. Если снаряд Эскалибур теряет сигнал GPS в результате подавления его, то включается оптико-электронная головка самонаведения. И он наводится на цель. Как она работает, я рассказывал в предыдущих видео. Поэтому это неправда. РЭП не спасает от снаряда Эскалибур. Не спасает. От слова совсем. Есть информация, что нам поставляют около 8 мостокладочных машин. Будем форсировать Реху Днепр на Херсоне? Возможно. Дело в том, что если вы внимательно следите за пакетами военно-технической помощи, то мостокладчики, особенно немецкие, на базе, кстати, Леопард-1 танка, нам поставляют уже, наверное, третий или четвертый раз. Причем, я помню, был даже пакет, в котором было 15 танковых мостокладчиков, и нам их поставляла Германия в рамках пакета военно-технической помощи. Поэтому не факт. Просто эти мостокладчики используются в повседневной деятельности, особенно для преодоления рвов, небольших речек, а там, где разрушены мосты, и так далее. Это не те мостокладчики, которые могут дать возможность форсировать Днепр. Днепр можно форсировать только на понтонах. Надо наводить понтонный мост. А этот мостокладчик, по-моему, если я, мне не изменяет память, у него, по-моему, 20 или 25 метров максимальная ширина, 20 метров ширина мостового пролета, который он ложит. Там две секции, которые складываются в одну, и он ложит это небольшие речки. Так что нет, это к форсированию реки Днепр это не имеет никакого отношения. Добрый день, у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, про польские танки ПТ-91 Тварди. Ну, я их называю РТ-91. Правда, некоторым режет слух, но так проще. Польша недавно заявила, что поставит нам 60 таких танков. Как это обещанное количество может поменять ситуацию на поле боя? Вот видите, мы все время спрашиваем 10 танков поставлять, как это повлияет на поле боя? Каждый танк влияет в лучшую сторону, помогает нашим войскам громить оккупантов. Почему? Потому что бронетехника она прикрывает нашу пехоту, это раз. А такие единицы вооружения, как танк, он еще осуществляет огневую поддержку, непосредственную поддержку пехоты, как обороняющейся, так и наступающей. РТ-91 там в принципе смотрите, во-первых, их поставили уже больше наверное 300 штук. В предыдущих пакетах помощи опять-таки это последний, это крайний пакет помощи, в котором было заявлено 60 танков РТ-91. Предыдущий пакет был 90 танков, потом было еще по-моему 120 танков, их поставлено больше 300, чтобы вы понимали, этих танков. И это обычный танк Т-72, который прошел модернизацию на польских предприятиях. Единственное, что у него, чем он отличается, это система активной защиты, система связи и система управления огнем у него более современная и соответствует натовским стандартам. Вот этим этот танк лучше. Во всем остальном в принципе это та же самая 72-ка. будем говорить так, что танк РТ-91 твердый, это польский вариант советского Т-72, модернизированного под реалии сегодняшнего дня, или под стандарты НАТО, как это модно сейчас говорить. И, кстати, они его поставляют нам именно по этой же причине. Польша сегодня переходит на Абрамс и на К-52 на танк Южной Кореи. Польша купила в Южной Корее партию танков и купила партию танков у Соединенных Штатов Америки. Они купили последнюю версию Абрамса. И, соответственно, перевооружая свою армию, Польша отдает нам с основной боевой танк, вот этот РТ-91. Именно по этому. А у нас полная и вместе с боеприпасами к нему, кстати. А у нас полная совместимость 72-ка. Да, есть особенности в начинке танка, но в основном мы можем все ремонтировать. Ходовую, двигатель, ствол менять на нем, механизм заряжания, все можем ремонтировать. Поэтому он нам очень и очень даже подходит. Витаю вас з одного з сел Генічинского району. Дякую за информацию. У меня до вас таке питання. Чи понесуть покарання виродки, так, як їх людьми не можу назвати, які з вересня копають та укріплюють окопи окупантам за платню в 3500 рублей в день. Ідучи на це добровільно, як на працю. Після деокупації тим паче місцеві їх знают. Дякую вам за відповідь. Да, это явное проявление коллаборации, поэтому единственное, что я могу вам посоветовать, это составляйте списки, кто копает окопы за деньги по собственной воле для оккупантов на сегодняшний день. Естественно, по освобождению этих территорий юридические комиссии, которые будут созданы при местных советах, будут разбирать персональные дела этих людей. В случае выявления криминала, то есть подпадания их под статью Криминального кодекса Украины, они будут привлечены к этой же ответственности по статье коллаборация. Здравствуйте! Много раз смотрела видео, где ГРАД стреляет с отвернутым от оси машины стволами. Машины при этом заметно раскачиваются, ракеты летят кто куда, возникает справедливый вопрос, зачем так стрелять? Вам удачи на этом сложном поприще. Дело в том, что ГРАД так создан, нельзя, через кабину можно стрелять только на больших углах возвышения. Угол обхода кабины 34 градуса по высоте по-моему 20 градусов. То есть пакет нельзя опустить на малые и средние дальности потому что мешает кабина. Поэтому основной вид стрельбы системы ГРАД через левый борт. В левую сторону пакет может быть развернут на 105 градусов. То есть практически вот такой сектор обстрела. Но смотрите что сделано. Машина сделана следующим образом. Во-первых она должна стоять на твердой ровной поверхности. Во-вторых при переводе машины в боевое положение у нее выключается подрессоривание. Автоматически это происходит с помощью пневматического крана. Выключается подрессоривание чтобы она максимально ее сделать устойчивой и чтобы она не раскачивалась. И еще когда идет стрельба с града то снаряды вылетают в шахматном порядке для того чтобы сбалансировать раскачку машины. Но раскачка все равно есть. Отклонение на максимальную дальность на дальность 20 километров летит 20 тысяч 740 метров это дальность стрельбы града. Разлет боеприпасов от центра цели может составлять до 1 километра. Но этот вид стрельбы все равно остается эффективным. Почему? Потому что за 20 секунд на площади допустим взводный опорный пункт ложится 40 разрывов. За счет раскачивания пакета идет разброс естественный разброс снарядов что обеспечивает накрытие всей цели. По теории вероятности создается эллипс рассеивания снарядов это уже из области математики но на этом основана артиллерия создается эллипс рассеивания снарядов наибольшее число снарядов естественно ложится ближе к центру но тем не менее они рассеиваются в виде эллипса и таким образом накрывают всю цель и у вас за 20 секунд на допустим взводном опорном пункте 40 разрывов 40 враг если пехота находилась просто в окопах то укрыться в блиндажи практически не успевает никто вот чем обоснован но технически по другому сделать чтобы град стоял жестко и не раскачивался невозможно почему потому кстати у града не откат как у орудия у орудия идет откат ствола назад у града снаряд тянет боевую машину вперед за собой почему потому что он заряжается он удерживается стопором усилие срыва стопора где-то от 700 до 900 килограмм то есть отстреливается происходит электрозапал отстреливается крышка и пороховой заряд начинает маршевый двигатель пороховой начинает развивать тягу и когда его тяга равняется 700 килограммов тогда он срывается с стопора и улетает в направлении цели так работает град соответственно пока он набирает тягу смотрят что тянет пакет вперед когда стопор сорвался пакет что откатывается назад если вы загуглите картинку града и найдете фотографию задней части пакета со стороны задней части то там под пакетом есть табличка и на ней порядок схода снарядов так вот они не по порядку они идут в шахматном порядке для того чтобы сбалансировать вот этот раскачку боевой машины кстати скажу из личного опыта скажу так что если если у человека слабый вестибулярный аппарат а стрельба ведется из кабины я смотрю что наши военные тоже в основном из кабины никто не стреляет с уносных катушек потому что там время очень длинная и не всегда и надо иметь определенный навык не всегда эти катушки технически исправны поэтому упрощают и ведут стрельбу из кабины так вот в кабине после полного залпа человека укачивает если слабый вестибулярный аппарат просто укачивает как вот в автомобиле как на каруселях там или где-то где-то еще до естественно и реакция организма может быть разная рвота тошнота головокружение и так далее здравствуйте вы говорите что за прошедшие сутки зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня подскажите пожалуйста а что собственно подразумевается под обстрелом из РСЗО это выпуск 88 снарядов из такой системы или это выпуск 88 полных пакетов или что-то иное заранее благодарен за ответ ну вот вы два раза попытались две попытки обе неудачные я уже объяснял смотрите 88 обстрелов это поражено 88 целей естественно по каждой цели расход боеприпасов отличается в зависимости от характера цели ее размеров и ее укрытости то же самое огневые налеты артиллерии 10 огневых налетов а снарядов может быть 100 понимаете на одну цель может быть один снаряд или два а на другую цель может быть 10 снарядов или если брать РСЗО то полный пакет может быть на другую цель поэтому это 88 если говорят что 6 ракетных ударов это 6 целей поражено но ракет может быть 10 или 12 или 6 в зависимости от характера цели так что 88 это количество объектов пораженных реактивными системами залпового огня расход боеприпасов по цели определяется индивидуально количество снарядов может ну во всяком случае больше 88 и может быть больше в разы добрый день все уже наверное видели видео в сети с осколками с окопами на побережьях на побережья и на пляжах возле Евпатории у меня вопрос нынешней обстановки для чего эти сооружения так глубоко в тылу или они боятся что вооруженные силы Украины могут провести высадку десанта на западной части Крыма что было бы на мой взгляд очень рискованным решением ваш комментарий про окопы возле Бердянска слышал но там понятно с этой ситуацией так как Бердянск намного ближе к линии фронта в северной части Крыма оккупанты активно строят окопы доты ставят свои пирамидки бетонные от Перекопского вала до Джанкоя через каждые 500 метров окопы и инженерные сооружения а это линия а это линия порядка 100 километров в этой ситуации понятно что они готовятся к обороне и затруднению продвижения войск вооруженных сил Украины вглубь полуострова даже если вооруженные силы Украины подойдут до Армянска и перережут линии поставок через мост оккупанты же так просто не выйдут из Крыма и все эти укрепления придется брать кровью и потом Олег прошу вас прокомментировать данное обстоятельство в ваших роликах заранее огромное спасибо ну мы уже неоднократно это комментировали ну что ж повторюсь еще раз то что вы все правильно описали кстати огромное вам спасибо за информацию про линию от Армянска до Перекопска я думаю что учтет наша разведка что через каждых 500 метров окопы смотрите то что они там в районе Евпатории да они очень боятся морского десанта что мы будем высаживать морской десант плюс они роют эти окопы теперь возвращаемся к варианту освобождения Крыма при наличии дальнобойного вооружения я повторяю версию которую озвучивал и я и другие эксперты уже неоднократно что при наличии дальнобойного вооружения мост перекрывается огнем дальнобойных систем дальностью в 150-300 километров далее паромная переправа перекрывается и начинается планомерное уничтожение запас военных запасов склады с боеприпасами склады с горюче-смазочными материалами воинские части техника скопления техники и вооружения ну через 3-4 недели такого обстрела нечем будет просто оборонять Крым российским войскам понимаете даже с нарушением поставок через Керченский пролив они оказываются в оперативном окружении сколько они продержатся там не надо штурмовать потом и кровью эти окопы надо только огневое воздействие с средствами дальнобойными средствами и все дальше кстати еще эти же дальнобойные средства если выбивают систему ПВО в Крыму а это вполне возможно и скорее всего так оно и будет то дальше еще к артиллере и ракетным войскам присоединяется авиация и авиация начинает просто планомерно выносить российские военные объекты пока они не выбросят белый флаг вот вам ответ на ваш вопрос и километры окопов просто не помогут не помогут это будет просто мартышкин труд вы как-то сказали что Лукашенко поехал в Китай найти себе нового сюзерена как думаете у кого теперь более надежный скажем так старший товарищ Китай у Беларуси или коллективный запад у Украины я думаю что тут нельзя сравнивать дело в том что Беларусь Лукашенко заручился просто поддержкой и скорее всего договорился о финансовой экономической помощи Китая Беларуси и теперь у Лукашенко задача номер два для того чтобы сработала договоренность с Китаем у Лукашенко задача договориться с Западом чтобы ему дали гарантии безопасности и тогда я больше чем уверен что он даже сдаст Путина с потрохами и будет максимально стараться выдавить российские войска с территории Беларуси для того чтобы сохранить власть и потом договорившись с Западом на этих основаниях что я допустим выдавливаю Путина полностью из Беларуси но вы не мешаете мне сотрудничать с Китаем и я миролюбиво и дружно буду с вами дружить кстати об этом именно о таком развитии событий на мой взгляд свидетельствует то что Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью до сих пор наше посольство в Минске белорусское посольство в Киеве и этот вопрос как-то даже не поднимается в повестке дня когда было обострение он поднимался но потом тихонечко сполз и это говорит о том что как только будет регулирование после нашей перемоги Беларуси сразу же прибежит к нам с просьбой возобновить финансовые экономические отношения между двух стран возможно мы станем мостом Беларуси в контактах с Западом кстати именно и именно об этом свидетельствует то что в территории Беларуси уже практически полгода не прилетает ни одного снаряда ни одного выстрела правда неизвестно там с инцидентом на Волыне что там произошло и правда или нет что боец терробороны погиб в перестрелке с белорусскими военными вот это может негативно сказаться но тут нельзя сравнивать у кого лучшие товарищи Китаю Беларуси или коллективный Запад Украины это немножко две разных истории вот и две разных ситуации ну допустим прошла война начали восстановление как же потом можно будет ходить по полям по посадкам по обычным проселочным неасфальтированным дорогам если там лепестки противотанковые мины я лично слышал как прилетали какие-то снаряды после залпа наподобие града я не разбираюсь в этом но так часто война у нас не так часто война у нас а в моей жизни впервые и с глухим звуком входили в чернозем без взрыва перед домами лежали но те от удара об асфальт взрывались это же получается никуда нельзя будет ходить вот так пошел на рыбалку и ногу оторвало я надеюсь что когда-нибудь война все-таки закончится но как быть в таком случае как вы считаете ну во-первых не надо ходить где попало это раз и второе самое главное что надо вся местность которая подвергалась огневому воздействию со стороны противника или наших войск во время ее освобождения должна быть проверена на наличие минно-взрывных заграждений это огромная будет проблема она уже стоит эта проблема вот в Киевской области в Житомирской в Черниговской Сумской Харьковской там идет огромная работа и она у нас каждый день каждый день сообщает о том что будут взрывы вы не пугайтесь это идет уничтожение не разорвавшихся боеприпасов вся территория должна быть проверена на наличие минно-взрывных заграждений если кто-то где-то что-то увидел надо обозначить место как правило это делается колышком белым то есть либо если в лесу то это ветка которая зачищена до бела от кожуры чтобы ее было хорошо видно и втыкается в землю и об этом сообщается рядом с предметом обнаруженным не вздумайте в предмет тыкать палкой и сообщается государственной службе по чрезвычайным ситуациям только после проверки этой местности на предмет наличия минно-взрывных заграждений или взрывоопасных предметов только после этого по этой местности можно будет ходить хотя и тут никто не дает стопроцентной гарантии вспомните иногда эхо второй мировой войны проявляется в том что кто-то где-то нашел мину бомбу снаряд и так далее и тому подобное вот так надо поступать а пока не проверено на наличие взрывоопасных предметов не надо никуда ходить не надо шататься потерпите с рыбалкой война все-таки видите не так часто вы сами говорите у нас война ну что ж на этом мы тоже с вами наверное вопросную часть будем заканчивать у нас остается третья часть нашего видео это ответы точнее ваши комментарии пожелания и приветствия которые вы прислали к предыдущим видео и сегодня они прозвучат следующие нам не дуже важливо место Бахмуд хоть и шкода але головніше життя наших украинцев життя не повернеш да тут я с вами полностью согласен и думаю что оценят необходимость в генеральном штабе и примут окончательное решение продолжать удерживать город или все-таки его к сожалению оставить я не знаю как вы ну я бы заборонил всем не військовым чиновникам та голев міст разголошивать всю информацию про прильоти та не рассказывать про них взагалі бо только включилась тревога а уже Ермак розписывает в соцсетях что где и куди ну у Ермака такая работа ему надо сообщить в Москву о результатах поэтому он наверное так использует свое положение но вообще скажу скажу так что сообщать о трагедиях надо без указания адресов без указания привязки к населенным пунктам но весь мир и мы с вами должны знать о тех зверствах которые творят российские российские захватчики российские фашисты вот но опять же с соблюдением еще раз повторюсь с соблюдением мер предосторожности безопасности я имею ввиду привязки координатной привязки к местности или указанием мест географических мест где это произошло вы еще забыли упомянуть о знаках отличия ни одна уважающая себя ДРГ не будет проникать на вражескую территорию со своими знаками отличия а эти как на подбор с желтыми повязками на руках и касках глупо для ДРГ ну абсолютно правильно это еще один доказательство того что это была операция под чужим флагом они специально хотели продемонстрировать принадлежность к Украине так что вполне возможно ну сейчас очень много разной информации интервью появилось этого человека который записывал видео поэтому честно говоря уже даже в этой ситуации большая каша я думаю через пару дней все как бы немножко страсти улягутся разберемся разберемся более подробно кто же где же и какое участие принимал в этом спектакле ну на мой взгляд уже получается так что там был спектакль в спектакле то есть один теракт одна операция проводилась внутри другой операции причем эта другая операция должна была быть кровавая и большая но вот это вот появление появление вот этого добровольческого корпуса похоже сорвала операцию под чужим флагом которую действительно хотела провести ФСБ прошу прощения но давайте немножко подождем пару дней когда появятся уже окончательные выводы разберемся и тогда уже может быть обсудим эту тему Медведев опять разразился с таким заявлением что передача западных самолетов вооруженным силам Украины будет означать что НАТО вступает в войну год пропаганда уверяет что НАТО уже вовсю ведет войну с Россией и вдруг выясняется что НАТО в ту войну еще не вступало спасибо Медведев все ясно ну то же самое было когда артиллерию передавали потом то же самое говорили когда танки передавали знаете мне вспоминается анекдот когда когда два еврея обсуждают один говорит ты знаешь Россия воюет с НАТО он говорит да ты что и как он говорит столько убитых потеряли танков столько раненых столько самолетов потеряли а что НАТО а НАТО еще на войну не приходило вот примерно такая же ситуация у Медведева наверное в голове что он воюет с НАТО но НАТО об этом еще наверное не знает Днепр говорите горькую правду но правду Бахмут жалко но наших ребят надо беречь слава вооруженным силам Украины Пушку 130 мм помню стреляли мы с нее хотя учились на железяке М30 образца 1938 года так вот пушка 130 мм оставила не очень лестные отзывы очень тяжелая все же все же вручную да еще была зима может это и наложило отпечаток короче хорошо что есть хаймерсы и арчеры но их эти советские пушки ну их эти советские пушки одно мучение я вам скажу что М100Б и Гиацин Б буксируемый вариант 152 мм пушек они еще тяжелее обе пушки весят около 8 тонн плюс-минус 8 тонн мы когда получили вот я в училище учился мы получили 265 М100Б и когда зацепили ее за Уралом то у Урала поднялся передний мост в воздух единственный тягач который таскал М100Б 265 и Гиацин Б 236 это был КРАС наш украинский КРАС тянул эти пушки больше ничего не тянуло особенно когда съезжали с асфальта на грунт все КАМАЗ вздыхал сразу же даже трехмостовой 4320 но Урал тем более не тянул тогда еще правда дизельных Уралов почти не было но КРАС единственное они по 8 тонн чтобы вы понимали так что ваша М30 еще можно сказать дюймовочка по сравнению с галбицами 152 тоже все вручную 8 человек расчет навалились на станины и полный вперед подняли зацепили подняли отцепили есть фото захваченного в кавычках леопарда они взяли фото из интернета с немецких учений кажется 2006 года где танк по самую башню утонул в болоте пришпандерили на фото аквафреш это так называют российский флаг он действительно соответствует триколору рекламе аквафреша и выставили его по типу вот смотрите и выставили сей шедевр по своим пабликам а кто-то не поленился покопался в интернете нашел старое фото поместил обе фотографии рядом они кстати глубокую ошибку сделали если они хотели показать захваченный леопард то им надо было при шпандоре туда наш флаг украинский потому что ну они же его захватили этот танк витания с Киева сегодня шоковало видео где на пресс-конференции в Индии пан Лавров сказал что Россия не нападала на Украину зал смеялся розумеете поважная ниби людина цели министр ниби великой Россией среди поважных людей язык работает добре и выставил себя на посмеховеско брехло кончене брехло ну тут я с вами 100% согласен даже без комментариев пропоную при выходе з Бахмату залишити там велику кількість горілки щоб залилися а через пару днів брати їх теплыми поки габуны будуть в беспамятстве хорошее предложение но горілку жалко на фронте начала работать наша ольха с высокоточными ракетами спутникового наведения с дальностью 150 км а так же ведутся работы над ракетами до 250 км наша красавица ольха не хуже Хаймарса слава украинскому народу ну я конечно же с точки зрения патриотизма я вас двумя руками поддерживаю но с точки зрения справедливости позвольте уточнить ольха М которую мы начали применять дальность спуска 110 км сейчас ведутся работы над том чтобы увеличить дальность до 150 км но то что мы начали применять 110 км вы рассказали о российских паспортах на оккупированных территориях я вспомнила как это было в Крыму с 2014 года муж был убежавшим из Кадеевки это бывший стаханом чтобы не бы мобилизовали против Украины забеременела в 14 родила в 15 сына свидетельство о рождении пришлось взять за 300 с чем-то рублей в то время по курсу это было в 3 раза дороже чем в Украине не было сил и денег чтобы уехать в Украину и бросить свое майно все люди вынуждены были доказывать права на частную собственность и платить за все документы плюс оплата переводов на русский язык тотальное сдирание денег за любой документ сына первые месяцы принимали в поликлинике но постоянно спрашивали о российском паспорте родителей и о страховом полюсе российской республики пришлось уехать и бросить все потому что брать документы не было приемлемым людей запугали укронацистами и тем что заберут имущество если не переоформят на российские документы а количество россиян понаехавших до 14 года зашкаливало в Крыму естественно за это и цеплялись расисты мы начали с нуля с матраса в Украине и подняли свою жизнь довольно на высокий уровень а теперь верим помогаем вооруженным силам Украины чтобы Украина вернула свои земли героям слава вот такое пожелание кстати я думаю что скорее всего будет принят закон в Украине это нормальная международная практика что все документы все сделки оформленные в период оккупации будут считаться незаконными поэтому что бы там россияне не делали как бы не заставляли переписывать на себя недвижимое имущество особенно земельные паи дома квартиры это все будет признано незаконным так что ну тут я вообще не понимаю на что они надеются ну понятно что они верят они верят в Путина верят в то что они там навсегда но это навсегда оно когда-то заканчивается мы не начинали военных действий мы хотим их закончить Путин 9 февраля 2023 года врачи-психиатры в Российской Федерации имеются почему больной без присмотра вот такая вот украинцы мы наикращены просто нация мы люди слава Сбройным Силам Украины допомогаемо дякую за вашу працю как это страшно звучит биржа вооружения человек рождается для жизни и сам придумывает как себя убить да это кстати парадокс нашей цивилизации мы изобретаем такое оружие против которого потом еще не можем найти защиту сначала изобретаем оружие а потом ищем чем от него защититься Девуя видповедь на запитание про Приднестровье по-перше Украина еще не звольнила свои власні території и мае в первую очередь концентруватися на цьому по-друге не треба в черговый раз вважать расистов повними дебилами которые будут сидеть и ждать пока у них заберут склад с боеприпасами в кращем випадке они его подерут при початке боевых действий в гиршем ракетами в той час когда наши войскови начнут отгрузку по-третю уси расистские анклавы распадутся самі по собі після виходу ЗСУ на кордони 1991-го и на остаток если мы и должны помочь то это в первую очередь белорусам грузинам чеченам не кадиревцам бо саме эти люди воюют разом с нами против расистской Росии слава Украине героям слава скажу сразу вы не правы вы не правы потому что решение вопроса Приднестровья даст нам возможность снять войска с этой границы там мы держим довольно большое количество войск и вот эти войска помогут нам быстрее выйти на границы 1991-го года а каждый день держать там кучу войск и ждать что завтра ДРГ с этой территории придет к нам и подорвет что-нибудь или что-то разрушит это не выход то что они подорвут этот склад господи да пусть подрывает там ничего страшного не будет склад в основном находятся основные хранилища заглубленные строил их Советский Союз там все в бетоне никакой экологической катастрофы это не принесет ну хорошо подорвут они там снарядом по 50 лет еще не факт что их можно использовать для для ведения огня поэтому но решить этот вопрос я считаю что чем быстрее мы его решим тем больше шансов освобождения наших войск и нам выйти на границы 1991-го года а вот всем остальным помочь это еще вопрос очень большой вопрос потому что белорусы жалуются на то что их там запугали забили и они сидят ничего не могут сделать они ждут когда им принесут свободу на блюдечке Грузия тоже посмотрите патриоты сражаются вместе с нами а правительство грузинское ищет ищет контакт расширяет сотрудничество с Российской Федерацией и не ровен час я не удивлюсь если грузинское правительство подпишет вступление Грузии допустим в какое-нибудь союзное государство новое образование которое хочет Путин так что это вот тут надо решать свои вопросы где своя рубашка ближе к телу а Пренестровье это раковая опухоль на нашей границе непосредственно ближе к телу у нас а потом уже будем помогать всем остальным нужно спросить у Шольца и Макрона они отдали бы свою территорию за мир будь они на нашем месте если ответят да конец их карьере если ответят нет то зачем нам советуют ну к сожалению это видите каждый мнит себя стратегам видя бой со стороны поэтому они и так они в первую очередь блюдут интересы своих стран у Франции там кстати полная задница в экономике полнейшие там постоянные протесты и еще неизвестно есть даже предположение что может быть такой вариант что Макрон не досидит до конца своей политической каденции в кресле президента вполне возможно может уйти в отставку из-за экономической ситуации в стране с Шольцем там немножко попроще хотя у них проблемы я уже говорил тоже существуют внутренние и тоже есть противоречия в тех же самых землях ну что ж на этом наверное мы с вами сегодняшнее видео закончим я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента огромное вам спасибо еще раз приглашаю подписаться на мой канал нажать обязательно на колокольчик чтобы приходили оповещения или уведомления о новых видео на моем канале и вы смотрели их в оригинале огромное спасибо спонсорам и тем кто помогает каналу благодаря вашей помощи и у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию ну а мы с вами продолжаем верить в сбройные силы Украины перемога за нами слава Украине субтитры